Лучевая терапия Лучевая терапия Лучевая терапия То, что на сегодняшний день является стандартом в лечении больных, например, чистыми герминовами, как вы видите на картинке, позволяет существенно снизить нагрузку на окружающие здоровые ткани. Лучевая терапия 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 чаще всего. И у нас не так давно была завершена научная работа, посвященная этой проблеме. В результате в работу попало 410 пациентов на основании представленных критерий включения и исключения. И я остановлюсь только на некоторых, на мой взгляд, наиболее значимых аспектах. В первую очередь, что касается методики лечения, это применение режима гипофракционирования у реальных опухолей. Этих данных фактически нет в литературе. Существует там всего одна-две статьи, где использовался данный режим на небольшом количестве пациентов. Мы выявили, что этот режим является очень эффективным. То есть с точки зрения, в первую очередь, быстрого уменьшения объема опухоли. Но это я вам сейчас чуть дальше покажу. В результате лечения пациентов с 410 больных локальный контроль был достигнут у абсолютного большинства пациентов при медиане наблюдения в 45 месяцев. И показатель бессобытийной выживаемости у нас пятилетний составил 76%. Вот классический пример лечения пациентов с пилуидной астроцитомой. Причем здесь как раз использовался режим гипофракционирования. Вы видите, что уже через 7 месяцев после проведенного лечения у нас опухоль практически полностью регрессировала. И через 3 года остаточного образования не выявлялось. Но в ряде случаев мы видели вот такую картинку, когда в ранние сроки после лечения, через 5 месяцев, было отмечено увеличение объема опухоли, усиление накопления контрастного вещества, что, в общем-то, не привело к ухудшению состояния пациентки. Она была отправлена под дальнейшее наблюдение, и еще спустя полгода опухоль существенно регрессировала в своем объеме. То есть речь шла о так называемой псевдопрогрессии. При этом важно отметить, что псевдопрогрессия чаще всего как раз является представлен как в этом наблюдении. То есть через 5 месяцев мы видим после облучения увеличение объема опухоли именно за счет кистозного компонента. То есть чаще псевдопрогрессия это именно увеличение кисты. Еще прошло полгода, и мы видим, что опять же опухоль существенно регрессировала в своем объеме. И если брать данные литературы, то какого-то единого мнения по поводу дифференциального диагноза псевдопрогрессии, истинной прогрессии на сегодняшний день нет. Мы говорим именно о доброкачественных глиомах, а не о злокачественных. И в общем-то есть, наверное, какие-то общие моменты, которые отвечают все авторы. То, что это временное явление, то, что оно всегда сопровождается увеличением объема опухоли, и, как правило, оно спонтанно регрессирует или не прогрессирует в течение наблюдения. В целом, наша работа как раз показала, что большинство событий, которые происходят после лучевого лечения, а именно это 85% событий, это были именно псевдопрогрессии. То есть не локальный рецидив, а именно псевдопрогрессия. Несколько слов о пациентах с краниофрингеомами. Это вторая большая группа. У нас, если мы говорим о детях, пролечено уже более 300 пациентов на сегодняшний день. И в институте ведется ряд научных работ, посвященных этой проблеме. Вот одна из этих работ нашего коллеги доктора Саватеева Саня Николаевича показала, что нерадикальная операция и лучевая терапия обеспечивают такие же показатели безрецидивной выживаемости, как и тотальное удаление опухоли. Но при этом существенно меньше страдает качество жизни пациентов. Особенно это касается больных с локализацией опухоли в области третьего желудочка. Вот, в частности, пример результат радикальной операции. То есть мы видим, что у данной пациентки в течение 7 лет рецидива нет, но развился гипотолемический синдром с ожирением, метаполическими нарушениями, психологическими, психическими и эмоциональными расстройствами. И напротив, вот у данной больной после неполного удаления опухоли был проведен курс лучевой терапии. И через 5 лет мы также добились локального контроля опухоли. При этом нет гипотолемического синдрома, метаболических нарушений и фактически полностью сохранено качество жизни больной. Чаще всего у большинства пациентов с хранифарингеомами мы видим именно вот такие результаты лечения, то есть полный или практически полный регресс опухоли в ответ на проведенное лечение. У хранифарингеома есть ряд особенностей, которые хотелось бы отметить. В частности, это при наличии кисты в хранифарингеом, это абсолютное большинство, наверное, опухоли. Во время курса лучевой терапии опухоль может менять, киста опухоли может менять свой объем, то есть в сторону увеличения. Здесь либо на этапе еще до лучевой терапии имеет смысл обсуждать с хирургом на установку системы АМАЯ для контроля объема кисты, либо в ходе проводимого курса лучевой терапии, особенно если это длительный курс, полтора месяца, проводить динамические МРТ-исследования для оценки объема кистозной части опухоли. У хранифарингеом на самом деле также встречается состояние временного увеличения объема, то есть, по сути, можно сказать, тоже псевдокогрессия, когда в ранние сроки после облучения мы видим увеличение объема кисты. Поскольку эффект от лучевого увеличения у нас срочного времени, и вот вы видите, вот в данном наблюдении через 5 месяцев после лечения кистово-опухоли стало больше. Прошло еще полгода, и мы видим, что остаточные опухоли не выявляются, несмотря ни на какое, то есть, никакого дополнительного лечения больному не проводилось. Третья большая группа – это пациенты с эпидемиумоми. У нас было пролечено уже на сегодняшний день более 200 больных с эпидемиумоми. Не так давно была проведена работа, которая показала эффективность радикальной операции, необходимость проведения локальной локальной терапии у пациентов с неполным удалением опухоли, и у больных с злокачественными эпидемиумами. Также были выявлены ряд прогностически значимых маркеров, но в целом на сегодняшний день в мире используется современная молекулярная классификация этих эпидемиум, которые здесь важно отметить, что выделяют две группы эпидемиум плохого прогноза, это в частности Real Fusion эпидемиума и эпидемиума с сбалансированным геномом, у которого действительно плохой прогноз, несмотря на то, что в эти группы входят пациенты с опухолями как второй, так и третьей степени злокачественности. Иными словами, формально гистологически доброкачественная эпидемиума, она может иметь более худший прогноз, чем злокачественные эпидемиумы из других молекулярных подгулок. Об этом нужно помнить. Ну, в заключении хотелось бы мне также отметить, что у нас появился положительный опыт лечения детей с литинобластомами, на сегодняшний день уже пролечено более 20 пациентов. Это лечение проводилось как альтернатива инуплиации глазного яблока, и важно отметить, что контроля мы добились у фактически 90% детей при сохранных или даже улучшенных зрительных функциях после проведенного лечения. Что касается осложнений, ну, вы видите, представленные здесь осложнения, они всем известны, и, как правило, они связаны с облучением именно больших объемов, то есть это результат спинального, крайне спинального облучения. После стереотоксического облучения чаще всего выявляются какие-то локальные лучевые повреждения, которые, как правило, бессимптомны и регрессируют самостоятельно или на фоне назначения стероидной терапии. Ну, в целом, конечно же, осложнения стереотоксиса, они требуют отдельного анализа и пересмотра. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Продолжение следует...